Ну что ж, я в деревне, и я этому очень рад. Моя деревня называется Виловатая горка. Почему Виловатая, честно говоря, не знаю. Вот почему горка, вполне понятно. Дело в том, что эта деревня стоит на такой большой-большой горе, которая, с одной стороны, помогала мне в детстве, а с другой очень сильно мешала. Например, когда мне нужно было завести мотоцикл, то я легко мог скатить его вниз по этой горе или в ту сторону, и уже где-то на серединке отпустить цепление, завести мотоцикл, скажем так, с толкача, но при этом не прикладывая практически никаких усилий. Но, когда мой мотоцикл ломался, и мне приходилось его гнать домой, то эта гора была сущим адом. Учитывая, что 12-летний пацан обладал не такими же большими силами, а мотоцикл весил, ну, как минимум 100 килограммов. И это было непросто. Эта деревня мне особо дорога, потому что именно здесь впервые в своей жизни я прокатился на мотоцикле. Мне было тогда 12 лет, и этот мотоцикл назывался Ява 350 634. Она стояла вот здесь, возле моего дома, когда мы приехали с моим соседом, его зовут Миха, из другой деревни, которая в 10 километрах отсюда. И он был совершенно пьяный, я имею в виду Миха, и разрешил мне взять мотоцикл. Ну, естественно, он это делал неосознанно, но я воспользовался случаем. Не могу проехать мимо этого места без воспоминаний о том, как когда-то мой мотоцикл Минск меня просто достал, потому что он не заводился, то работал, то не работал. Я бросил его здесь в поле между двумя деревнями, виловатая горка и с той стороны шудомицы, ровно посередине. Три дня я ходил мимо него или ездил на велосипеде и поглядывал, и не прикасался к нему, так он сильно меня достал. В интернете, кстати, есть один ролик, который иллюстрирует то, как мотоцикл иногда может вытрясти всю душу. Но сейчас техника совсем иная, она требует лишь бензина, и все. Залил и поехал. Пару слов хочется сказать о мотоцикле. Честно говоря, не уделяю его внимания, потому что совершенно не задумываясь о том, как он себя ведет на дороге. Получается, что действительно он оправдывает свою универсальность. Он и по трассе себя хорошо ведет, и вот на таком бездорожье. Конечно же, резину можно было бы поставить получше, чтобы был более цепкий захват сцепления с дорогой. Но чтобы, скажем так, не усугублять ситуацию на трассе, когда нужна резина дорожная, здесь установлена резина двойного назначения, которая вроде бы хорошо справляется на асфальте, и вроде бы хорошо справляется на грунтовых дорогах. И надо сказать, это действительно так. То есть я еду 80-100 км в час, совершенно не задумываясь о том, что у меня под колесами. И только такие мотоциклы могут действительно подарить ощущение свободы. Ну, это мое мнение. Естественно, на спортбайке тоже себя будешь чувствовать круто на асфальте, но, пожалуй, здесь скорость 20 км в час ему будет заказана, не более того. Ну что ж, все хорошее когда-нибудь заканчивается, и мне пора двигаться в путь. Воспоминания из детства останутся в моей голове еще надолго. Мой путь будет пролегать, опять же, через город Боровичи, но на этот раз я проеду его транзитом. И покажу вам одно очень интересное живописное место, которое обязательно стоит посетить, если вы путешествуете на мотоцикле где-то в районе Питера и Москвы. Обязательно посмотрите. Ну вот, как и обещал, показываю вам очень интересное место, если вы вдруг будете путешествовать между Питером и Москвой, либо между Москвой и Питером, обязательно заедьте сюда. Это место находится всего лишь в 10 км от трассы, и оно примечательно тем, что здесь великолепная дорога, и на ней будет прекрасно себя чувствовать не только мотоциклист, управляющий спортбайком, но и, в общем-то, любым мотоциклом, потому что, во-первых, она красивая, эта дорога, во-вторых, она очень захватывающая своими поворотами, которых у нас, например, в Питере не так много. Да, они есть, но их не так много. Что это за место? Вообще, это остров, на котором находится мужской иверский монастырь. Он находится позади меня. Я туда не пойду, там сейчас уже закрыто. Монастырь стоит на озере. И, честно говоря, название его я забыл. Возможно, это Валдайское озеро. Вполне возможно, потому что на другом берегу находится город Валдай. Ну, а сейчас я смажу цепь, потому что после покатушек по грунтовым дорогам она стала немножко пыльная. Сейчас я ее почищу, потом смажу и отправлюсь на эту дорогу получать удовольствие. Ну, а впереди меня ждет Москва. До нее остается, я думаю, порядка 400-300 километров. Так что сегодня я буду ночевать уже в Москве. Итак, сейчас утро. 9 часов я нахожусь в отеле. Вчера достаточно поздно приехал, где-то в 2,5 часа, там, в 2 или в 3 ночи. Поспал всего-навсего 3 часа. Сейчас записываю это видео очень быстро, потому что уже 9 утра, и через полчаса мне нужно быть на площадке BMW. Ну, вот мы и на месте в BMW Driving Experience. Это отличное место. Мне здесь реально нравится. Здесь сплошные BMW повсюду, как автомобили, так и мотоциклы. А площадка нереально впечатляет своими размерами. Уж я никак не мог подумать, что, приехав в Москву, я увижу именно такую огромную площадку. Находясь на этой площадке, ощущаю себя... Ну, прекрасно ощущаю. Почему? Потому что, когда я вижу такие просторы и огромное количество конусов, расставленных по площадке, у меня подсознательно возникает желание сесть на мотоцикл и начать выполнять упражнения. Видимо, сказывается опыт преподавания в школе вождения мотоцикла. И для меня каждый новый урок – это возможность повысить свои навыки. И что и вам очень сильно рекомендую – тренироваться нужно всегда, везде и бесконечно. Только так можно добиться серьезного уровня. И все ради чего это делается? Две вещи. Первая – безопасность. Но она тоже является промежуточным моментом. И вторая вещь – это получение удовольствия от мотоцикла. Но без безопасности удовольствия не будет, потому что оно может очень быстро закончиться. Поэтому, если вы хотите ездить долго и счастливо, тренируйтесь. Этот процесс бесконечный и в то же время увлекательный и очень полезный. Редактор субтитров А.Семкин